Всем привет! На этом канале мы не говорим о советском или российском кино, предпочитая вместо этого международную тематику, но сегодня придется сделать исключение. Ведь в Бостоне начались съемки американского ремейка легенды советского кинематографа фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», который теперь будет называться «About Fight» или «О судьбе». Причем данное предприятие уже на старте выглядит более чем неоднозначно и рискованно. Потому что, во-первых, адаптация советской истории, из этого за рубежом, кажется, еще ничего путнего никогда не получалось, плюс сам режиссер новинки с крайне сомнительным послужным списком, завсегдаты бэткомедиана, вы понимаете, как это его характеризует, ну и в конце концов классическая современная американская история с азиатами, латино-темнокожими, однополой любовью и прочее. Понятно, что для США это совершенно нормально, но я сейчас все же говорю о восприятии людей, как мы с вами, которые хоть и не все, но видели и знают, как на самом деле выглядит оригинал. Короче, что это? Невероятный успех и выход на международную арену? Или очередное удручающее зрелище и новый убогий, на сей раз голливудский ремейк? Давайте попробуем разобраться. А вообще, сперва, прежде чем перейти к обсуждению всех новостей, все-таки нужно провести небольшой ликбез. Я понимаю, что для тех, кто постарше, такое может показаться дикостью, мол, как, кто же это не знает с легким паром, но уверен, что многие из более юного поколения как раз-таки могут и не знать, о чем вообще идет речь. Для них совсем вкратце. В 1975 году знаменитый советский режиссер Эльдар Рязанов снял двухсерийный фильм, показанный на новый 76-й год под названием «Ирония судьбы» или «С легким паром». Фильм о непутевом враче Жене Лукашине, который в канун Нового года так накушался с друзьями в бане тепленькой водки, что по ошибке вместо своего приятеля Павлика улетел в Ленинград. Там он, думая, что находится в Москве, поехал как бы к себе домой, а на самом деле попал в такую же квартиру по тому же адресу, но только в северной столице, где у него завязываются прямо в новогоднюю ночь отношения с учительницей Надей, у которой, правда, уже есть жених Ипполит, да и самого Женю ждет в Москве невеста Галя, и все же в эту новогоднюю ночь две пары распадаются, чтобы образовалась новая. Возможно, так в двух словах прозвучало довольно сумбурно, но на самом деле данный фильм стал просто мега-хитом не только в СССР, но позже и во всем СНГ. У старшего поколения с легким паром до сих пор главное новогоднее кино, которое уже давным-давно растащили на цитаты и, как бы сказали сейчас, на мемы. Причем в 2007 году автор Нескончаемых Ёлок Тимур Бекмамбетов уже пробовал снимать, правда, не ремейк, а продолжение, так и назвав его ирония судьбы продолжение, но справедливости ради, конечно, вторая часть и близко не дотянулась до оригинала. Многими она была встречена более чем прохладно, хоть при этом и заработала отличные деньги, после чего данную затею отложили в дальний ящик, как вдруг в апреле этого года стало известно, что режиссер Мариус Вайсберг отправляется в Америку, чтобы снять ремейк бессмертной иронии судьбы, только на американский манер. И тут, конечно, многих настиг просто настоящий ступор, потому что представить данную историю с третьей улицей строителей и заливной рыбой в заокеанских реалиях дело непростое. Да и сам режиссер новинки, мягко говоря, довольно-таки неоднозначной. Давайте, пожалуй, с его личности и начнем. Дело в том, что мистер Вайсберг, теперь его, наверное, можно так назвать, раз режиссер отправился трудиться в США, обладает довольно специфической фильмографией. И на его счету такие шедевры, как Гитлер Капут, Наполеон против Ржевского, бабушка легкого поведения с Артуром Пирожковым, ну, в смысле, с Ревой, и даже не идеальный мужчина с Егорушкой Кридом. Короче, что и говорить, сплошные клиенты Баткомедиана. Понятно, что это не все проекты Вайсберга, есть у него и другие, но уже этих достаточно, чтобы самые впечатлительные потянулись за валидолом. И вот именно данный режиссер и будет создавать ремейк рязановской истории. Понятно, что сказать, мол, у этих двоих разный подход к кинематографу и разные масштабы личности, вообще это не сказать ничего. Поэтому только один данный факт вызывает множество вопросов. Теперь же следующий факт о самом фильме. Вот что о нем сказал режиссер новинки в своем заявлении. «Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот, наконец, благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву, у нас получилось создать блестящий сценарий», — сказал Вайсберг. Ну что ж, по поводу блестящего сценария остается только надеяться, хотя, честно говоря, как-то пока что верится с трудом. Что же касается самого проекта, то он не будет прямой копией иронии судьбы, да, это и невозможно. По словам Вайсберга, кино это будет адаптировано под американского зрителя и выдержано в стиле предложения с Сандрой Буллок. Это не «Мальчишник Вегасе», а настоящая романтическая комедия. При этом все-таки главная концепция с перепутанными домами, судя по всему, в новинке сохранится. По словам ее режиссера, в Америке уже последние 10 лет на окраинах городов одни и те же девелоперы строят очень похожие районы из одинаковых домов. Концепция нашей иронии судьбы в Штатах абсолютно рабочая. Из оригинала останется сюжетная завязка, главный герой оказывается под Новый год пьяный в чужой квартире, имена диалоги все новое. Как мне кажется, тут как раз-таки пришло время рассказать, кто же исполнит главные роли в этой новой иронии судьбы. Итак, главную женскую героиню теперь зовут Марго, она живет на окраине Бостона и так же, как и героиня Барбары Брыльской, имеет жениха, правда не Ипполита, конечно. А вот Женя Лукашин теперь будет именоваться Гриффином, зато он так же, как и герой Мехкова, пойдет накануне Нового года в баню, ну или сауну, не знаю. Что же касается исполнителей главных ролей, то теперь Надю Марго сыграет небезызвестная племянница Джулии Робертс Эмма Робертс, роль Лукашина исполнит ее 29-летний бойфренд Томас Манн. Кстати, интересный момент в том, что американские, так скажем, партнеры, оказывается очень хотели, как сообщается, чтобы актер, играющий главную мужскую роль, был не белым, в идеале темнокожим. Что, само собой, совершенно нормально для американских реалий, почему бы и нет, но как ни крути для нашего зрителя, знающего оригинал, выглядело бы, мягко говоря, сложновато. И хорошо, что в итоге, так сказать, традиционного Женю Гриффина удалось все-таки отстоять. Зато Ипполит или жених Марго, говоря терминологией нового фильма, теперь будет азиатом, эту роль сыграет знакомый всем по фильму Mortal Kombat Лью и Стан, который, по словам режиссера, отлично вписывается в их сюжет. Не обойдется там, конечно, и без невесты Гриффина, ее сыграет Мадлен Пэтч, а ее роль описывается как влиятельная личность в Инстаграм. Что же касается еще немного необходимого разнообразия, то одну из азиатских подруг Марго сыграет Анна Акана, будет в фильме также и темнокожая героиня, тоже подруга Марго, то есть азиатско-чернокожий дуэт заменит оригинальных персонажей Талызиной и Ахиджаковой. Ну и, как пообещал сам режиссер, конечно, по законам современного жанра, будет в его фильме представлена и однополая любовь, правда, непонятно пока что, где именно и между кем. Очевидно, что не между главными героями, хотя, как знать, я не удивлюсь, если в итоге новый Женя влюбится в нового Ипполита, почему бы и нет. Зато при таких раскладах на Оскар в номинации лучший фильм претендовать запросто можно и даже нужно. Ну а если серьезно, хотя какое там к черту серьезно, короче, вот что мы знаем по сюжету будущего творения. Действие фильма будет разворачиваться в Бостоне. Новых Женю и Надю, или теперь Гриффина и Марго, случай сведет еще до 31 декабря. Они встретятся в ресторане, где Гриффин будет делать предложение своей инстаневесте, а та попросит подождать до нового года, ведь так лучше для ее инстаграма. Что же касается Марго, то она напротив расстанется со своим американским Ипполитом, звать его будет Кип, хотя, видимо, все же роль его на этом не завершится. Что же касается завязки непосредственно основной части событий, то Баня, как мы уже сказали, там будет, только на этот раз пьяного главного героя перепутают не его столь же нетрезвые друзья, а армянский таксист, который спутает два городка и отвезет нового Гриффина Лукашина прямиком к Марго. Вот как-то так. В общем, что сказать, предприятие довольно-таки сомнительное. С одной стороны, в целом, если абстрагироваться именно от советской иронии судьбы, то почему бы и нет, вполне себе может быть. Тогда и цветные персонажи, и однополая любовь, все это более-менее нормально вяжется с современной американской реальностью. Но если так, спрашивается тогда, зачем американцам понадобился русский режиссер и сценарист. То есть, видимо, они хотят взять от иронии судьбы нечто больше, чем просто основной концепт. И тут, конечно, могут ждать большие подводные камни. Потому что, еще раз говорю, адаптировать советскую действительность на американский манер, по-моему, еще никому нормально не удавалось. Да и что касается личности режиссера, у меня очень большие побаивания на его счет. Понятно, что не только у меня одного, так что данная затея по эту сторону океана было принято крайне скептически, в том числе Лея Хеджакова и Валентина Талызина, двое из немногих оставшихся в живых актрис оригинального фильма, а также дочь Эльдара Рязанова, негативно высказались по поводу перспектив экранизации иронии судьбы. Например, Валентина Талызина, которая сыграла подругу Наде, а также озвучила в оригинальном фильме саму главную героиню, так как полька Барбара Брыльска все же не могла говорить совсем без акцента, так вот Талызина заявила, что, скорее всего, это невозможно. Надо быть русскими актерами, чтобы сделать иронию судьбы или с легким паром. А американцы сделают свой фильм и непонятно, смешно это будет или не смешно. У них нет таких проблем, какие были у нас и есть. Сделают типичную американскую комедию и я не верю, что у них прямо-таки получится, сказала актриса в одном из своих интервью. Что же касается меня лично, конечно, наверное, не стоит позиционировать американскую версию именно как ремейк. Это будет ошибкой. Лучше бы авторы новинки просто взяли главный концепт истории и от всего остального абстрагировались. Если так, то, как мне кажется, у фильма будет шанс. Понятно, что наша аудитория далеко не факт, что его воспримет, но в конце концов кино это и не для нас снимается. Ну и, конечно, еще момент, чтобы новоделы не перегнули палку с необходимыми сейчас атрибутами прогрессивной истории. Потому что, если не приведи Господь мои шутейки об однополых отношениях, скажем, Женя и Полита в американском исполнении станут реальностью, а то, что однополая любовь будет в фильме, это уже точно, со слов самого режиссера, то, конечно, черт возьми, такую иронию судьбы без слез смотреть будет просто невозможно. Короче, не знаю, под этот ли или уже под следующий новый год метят киноделы, как бы там ни было, первый трейлер многое сможет прояснить. А пока его нет, давайте обсудим данный инфоповод в комментариях, что вы думаете на этот счет. Не забывайте ставить лайк под видосом и обязательно подписывайтесь на наш канал, впереди еще очень много всего интересного. Спасибо всем за просмотр и всем пока!